В фойе Дворца культуры Видное буквально яблоку негде упасть. Здесь организован прием специалистов различных служб, где из первых уст можно получить ответы и разъяснения по самым различным вопросам, касающимся жизни садовых и дачных товариществ и сельских населенных пунктов. На таких форумах, как правило, собираются старосты, помощники старост, активные жители с территории, для того, чтобы также в помощи депутатскому корпусу провести потом профилактическую разъяснительную беседу и довести до жителей те стратегически значимые важные вопросы, на которых у них есть информационный вагон. Семинар совещания с представителями садовых товарищей и сельских населенных пунктов проводится на протяжении четырех лет, и прямое общение с представителями различных организаций округа также стало доброй традицией. Вполне предсказуемо, что наиболее волнующими оказались темы газификации и водоснабжения, вывоз мусора, дорожно-транспортные вопросы, оформление домов и земельных участков. Разными вопросами люди приходят. Но основные вопросы – это государственная регистрация прав на дома, на территории садовых и коммерческих товарищей. Ну, удается объяснить довольно сложный вопрос, так, чтобы люди действительно поняли. Удовлетворенными уходят? Ну, мне кажется, да. Стараюсь объяснять. В Ленинском городском округе в настоящий момент находится 56 населенных пунктов, из них более половины – сельские. Участники семинара «Совещание» отмечают, что подобные мероприятия позволяют не только узнать что-то новое, но и являются поводом обсудить насущные вопросы с коллегами. Коллектив у нас дружный. Старосты между собой по деревням очень хорошо общаются. Очень хорошо работаем с видном. У нас вот кураторы. Всегда в любое время можно звонить. В воскресенье, в субботу всегда отвечают, всегда помогают. Вторая часть семинара «Совещание» прошла в зале. Здесь перед собравшимися выступили представители различных организаций. Заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, помимо прочего, рассказал о внедрении системы электронного голосования для жителей СССР. В случае недобросовестного голосования на неких председателей, пойти много ежу по области, сам участвовать в скандаре, всевозможных собраниях. Тем не менее, ситуация, когда уже добросовестные люди могут проголосовать, не сходя с места, не обязательно приезжать на участок. Дорого вас стоит, нужно проголосовать, принять правильные решения и не устраивать, чтобы людей не пользовались вашим доверием, в конце концов, не принимая решения, которые вам не выгодны. Еще один секрет популярности подобных мероприятий – актуальность тем, которые озвучивают спикеры. Среди них – дачная амнистия, вопросы содержания территорий и пожарной безопасности, цифровизация в СНТ и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Мы назвали это мероприятие «Семинар-совещание». Почему? Потому что оно, прежде всего, основано на тех вопросах, которые мы получаем от жителей. И до этого мероприятия мы по согласованию с главой Ленинского городского округа Алексеем Петровичем Спасским, мы проводим серию встреч тематических в территориальных отделах с председателями СНТ, старостами деревень, где мы, во-первых, рассказываем новое в законодательстве, мы говорим о перспективах развития Ленинского городского округа. В ходе мероприятия были вручены благодарственные письма главы Ленинского городского округа наиболее активным представителям сельских населенных пунктов и садовых товариществ. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.